Когда это случилось, нам было по лет 7-8, так как мы родились в 1935 году, с учетом, что в 1945 году война закончилась. Мы очень переживали, когда советская армия завоевала Германию. Что я могу сказать о солдатах Красной Армии? Они хорошо себя вели. У многих девушек были положительные переживания насчет солдата. Что именно было? Что-то там... Что происходит с тем, что происходит с тем, что женщины были нарушены? Что они были нарушены? Что они были нарушены. Например, они насилили. Но это не было. Мы очень переживали, что наши предки начали Вторую мировую войну. И мы винили в себя в этом. И впоследствии этого ваши предки поступили точно так же, как наши предки поступили на территории Советского Союза. Я думаю, что это было справедливо. И нужно еще учитывать, что Гитлер убивал также своих немцев. Он уничтожил миллионы евреев и также церковнослужителей, которые были против него. И все-таки немцы больше виноваты, так как они начали эту войну. Гитлер хотел завоевать весь мир. И мы даже благодарны, что Советская Армия освободила нас от Гитлера. И по сегодняшний день мы очень переживаем, что у нас в Германии. И то, что сейчас происходит в Германии, а это зарождение новой молодежной идеи, но и у нацизма. Мы переживаем очень много плохих вещей. Мы очень хорошо помним, когда бросали бомбы на наши города. Когда мы сидели в подвалах, наши дома тряслись и шатались. И мы понимаем, что то же самое сейчас происходит в Сирии, и люди переживают точно так же, когда их бомбят. И сейчас, после войны, немецкий народ чувствует себя виноватым и хотят как-то возместить ущерб тем пострадавшим странам. За то, что наши предки сделали. Например, вот эта вот ваша школа в Казахстане. Мы очень рады видеть, что мы здесь делаем и помогаем. Спрашивайте, какие есть у вас еще вопросы. Господин Горбов, господин Геннадь, как вы узнали, что война кончилась? Ну, это было просто понятие. Просто прекратились бомбардировки. Город был полностью разрушен. И мы видели войска Красной Армии, как они вошли в город. Мы стали всем помогать тоже. В то время мы сами себе пытались помогать. Воровали уголь из вагонов, чтобы греться. Занимались немного торговлей с Восточным и Западным Берлином. Таким образом мы и выжили. Восточный Берлин был беднее, чем Западный Берлин. Поэтому мы занимались подпольными торговлями между этими частями города. По этому поводу очень много было восстаний в Берлине. Когда было восстание, Красная Армия своими танками проехали по городу. Восстание было организовано немецкими рабочими. Это было в 1957 году. В 1957 году. Как вы можете оценить вообще взаимоотношения после окончания войны между мирными жителями и советскими солдатами? Это были не самые хорошие отношения. Поэтому отношения были не очень хорошими. И очень много было сопротивлений против Красной Армии. Но все равно у всех было чувство вины в того, что мы натворили. А теперь я хочу рассказать, почему я работаю в бывшем Советском Союзе. Регина говорит, что у нас есть такое выражение. Ну, как по-вашему, это вроде как русская душа, в которой есть очень много хорошего, ну и также и плохого. Когда у нас чего-то не сходится, я более положительно смотрю, чем Регина. К примеру, Регина к советской армии относится более негативно. И поэтому у нас бывает немного недопонимания. Норберт рассказывает, что он даже помогал в строительстве Берлинской стены. Он помогал там делать освещение электрикам. И он, кстати, не собирался сбегать с Восточного Берлина, как это сделали многие. Он считал Восточный Берлин более мирным. Какие у вас еще есть вопросы? Спасибо, что вы именно рассказали. Это очень полезно знать. Это именно с точки зрения... Это мы можем судить как-то со страниц книги. А вы были именно современники. Вы видели этот ужас. Война, это всегда ужас. Да, мы можем сказать, что мы в сентябре. Поэтому спасибо, что вы нам помогаете уже на протяжении стольких лет. Дай Бог вам здоровья, долгих лет жизни. Приезжайте еще. Спасибо. 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 Только Регина и Норберт пережили такое. Они за это время побывали во всех странах Советского Союза. И во всех странах они помогали, чем могли. В основном это были католические церкви. Это было сделать непросто. Все делалось подпольным. Норберт говорит, что Сталин очень много разрушил церквей католических. Президент Путин, он учился в Германии и хорошо знает немецкий язык. И при нем мы видим, как восстанавливается и укрепляется Россия. И поэтому я уверен, что с востока придет свет к нам в Германию. Мы за нашу работу тут ни копейки не получили. Мы работаем за спасибо. Отец, основатель нашей школы, он писал письмо в Ватикан, в Рим. Норберт тогда получил из Ватикана официальное почетное награждение, Орден Святого Григория. Поэтому он является, так сказать, рыцарем Святого Григория. Имея такой орден в средние века, он бы смог заехать на лошади, заехать в собор Святого Петра, в главную церковь. Такое вот было преимущество. Там красивое, там, пальто и все. Одна маленькая анекдота. Регина и Людмила Барабаш, и я были на Петерской площади. И есть еще анекдоты, которые учат в своей жизни немного рассказали. Когда я приехал в Рим, имея этот орден, меня посадили в первый ряд, в почетное место, рядом с Папой Римским. Сразу были мы три, в Папе Папе. Там есть документ. Наверное, это единственное, что я получил за свою работу здесь. По всему миру носителей такого ордена, их очень мало, человек 70. В Советском Союзе очень много наград, но эта награда, она очень почетная. И это очень большая честь носить орден Святого Григория. Спасибо за филиттанк. Решет ли это? Хорошо. Вы рассказали все, что как было связано. Хотел узнать именно это. Все, но много. Поэтому это было наше стремление, чтобы здесь начать делать что-то новое. И мы очень рады видеть наши результаты. Вы не думаете, что в Германии все хорошо? Я действительно приехал сюда из Германии, чтобы радоваться, видеть радостных людей, детей. Если на учебе туда отправиться в универ, то хорошо. Хорошо.